так всем привет с вами канал артмане собралась и короче выходить на улицу гулять сегодня у нас последний день и собралась и нести книжки я вам уже рассказывал этот пакетом тяжеленный просто частями понесу опять вот самые тяжелые вот оказались вот эти вот книжечки роднулька не сам я их собирала честно говоря во время беременности там про ребенка разные советы какие-то но они советы не полный блин ребенку уже четвертый год скоро будет летом то есть три с половиной года я ни разу в жизни их не открыла то что мне там если какие-то проблемы возникали я как-то все время сама додумалась вот в интернете тоже кстати ничего нигде не искала потом я там сама приходила вот они роднуличка сейчас посмотрим чё ежики на гимнастика ну вот гимнастика там какая-то песни по жизни как вырастить музыканта ну блин это все можно самим принципе додуматься конечно не проблема там только совсем чуть-чуть это наш по-моему самарская самарский наш журнал и кстати кто смотрит из самары обычно в женских консультациях раскладывают вот каких-то вот такие кстати всякие скидки в них вот есть мы так по-моему скидку на памперсы по-моему так взяли а вот есть кстати вот они скидки что-то вот так вот чуть-чуть там написаны как бы вот понемножечку все но она мне не нужна вот они у меня лежат 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 хочу смысл короче отнесу сегодня отнесу их там не так много а еще всякие журнал там какие-то короче такое ненужное вот сейчас я соберусь а и книжку прошлый раз мы с вами брали книги нумерология у нас была на себе оставлю еще не читала правда и вот такую книгу не знаю почему я взяла там просто куча разных каких-то там историй блин меня не заинтересовало что-то честно не интересно какие-то истории скучные сидишь что-то читаешь читаешь видимо мне это просто не надо как достать миллион долларов я думал там будет что-то психология что-то интересное блин я не знаю короче ее отнесу а продать слушать а может и продать серьезно слушать а хорошая идея и как такие книжки продают можно продать же и нормальном состоянии дать хочу деньги досталась бесплатно кстати книжки вообще просто забирают в этой прям очень быстро на практически постоянно стоит пустая видать там кто-то забирает и просто эти книги перепродает как бизнес какой-то станут рух вчера и вечером прошла пусто вообще прям пусто то есть блин это реально обидно хочется книжку оставил другую взял как библиотека какая-то получается там я не знаю успею не успею называется успеешь так успеешь нет так нет там не лежит подолгу ничего вышел таки я на улицу отнесла книги купил затычки для розетку 2 штуки всего надо мне еще короче 5 штук или 4 даже да 4-5 штук да и вышла смотреть с какой стороны короче на улице мороз реальный такой мороз не тридцать конечно градусов 20 на 25 руки замерзают быстро лицо все замерзло вышла с другой стороны этого же самого архива там архив такой конкретный как-то была в школе что ли не помню со школой да со школой вот здесь памятник холодно на улице это вообще кошмар какой-то все прям рука начинает знаете замерзать пока я складывала эти книги там у меня так рука замерзла вообще кошмар взять и конечно ничего не взяла потому что там ну были кстати там книги не нужны мне такие не по моей теме скажем мне придется пройти обратно через эти книги больше всего знаете в жизни я боюсь когда кладешь свои книги страшно вернуться обратно в страхе что их разбросают что их порвут например то есть это у меня почему-то страшно не знаю почему ну как бы твоя вещь хочется чтобы она чтобы ее кто-то забрал чтобы она служила кому-то а люди вот такие бывают страшно или выкинут их например и так подумаешь сразу блин зачем я их сюда отдала потому что я себе оставила памятник такой блин а там скользко так скользко блин это кошмар кстати вот тут вчера вечером я гуляла ходила вон мои следы остались по-моему короче лужу разбить хотела они еще не затвердели вон мои следы нет еще не затвердели странно такой мороз прям вот смотрите человека попросила переписать размеры которые он записал в себе на листочке то есть которую замерщик приходил здесь он посередине четко посередине что-то там начал писать я даже не знаю что здесь написано и слышу он там что-то прям черкает так тоже посередине я думаю что же такое ему дала лист формата альбома альбом то есть вот если тетрадка то будет где-то наверно так половина пополам что ли там как-то так думаю зачем думаю посередине черкает я попросила с листочка со своего листочка мы просто переписать сюда эти вот самые размеры и он мне отдает и такая смотрю не поняла чуть такое где размер это у вас там много всего написано а вы мне только вот что-то непонятное говорит а вам блин я так долго честно от него пыталась добиться чтобы мне размер написал в итоге здесь он мне начал уже что-то рисовать видимо эти вот двери межкомнатные что ли я уже стою злюсь думаю господи что ты там рисуешь то размерами просто напиши и все ну потом вот начал чего-то тут писать видимо с неохотой не больно ему хотел списать боялся видимо что он воспользуемся как бы не закажем двери именно у его то есть в их не фирме чего-то там как-то там но я еще софотографировала то есть блин человек за 50 это реально вот так было сложно объяснить что мне нужно написать просто вот эти вот размеры причем я в листочком и тыкаю напишите мне вот эти размеры мне пришлось ему объяснить он меня понял только раза с 5 наверное когда уже порну уже вот пальцем тыкаешь перепишите пожалуйста мне их потому что там его почерк я не понимаю и сейчас сидеть переписывать самой то есть это все сложно короче вот так вот